Гора Обычья Сотни коттеджей и отелей, рестораны и другие центры развлечений В год на курорт должны были съезжаться до одного миллиона человек Но этим грандиозным планам не суждено пока сбыться Все, что напоминает о проекте сейчас, это вот это информационное табло на трассе Следуя указателю, отправляемся к вершине Асфальтированная дорога тянется еще около километра, а после резко обрывается Дальше ехать приходится по лесной местности на свой страх и риск Вот куда нас привели наши поиски горы Бычи Мы сейчас находимся на развилке, здесь две дороги Одна в плохом состоянии, по ней наша машина не пройдет Есть еще одна дорога, огороженная импровизированным шлагбаумом Но и здесь нас ждет препятствие Через 100 метров буквально повалено дерево Явно по этим дорогам уже давно никто не ездит Несколько километров вглубь тайги и немалейшего намеку на строительство горнолыжного курорта Единственный из объектов, попавшийся нам по пути, вот этот деревянный сарай И это все, что оставил инвестор после пяти лет аренды земельного участка Впрочем, ничего другого ждать, похоже, и не нужно было Учредителем резидента является некая компания Traver Invest Ltd, зарегистрированная на Вергинских островах Другими словами, в офшорной зоне, где можно избежать налогового гнета Почему же российские власти доверили столь крупный проект организации, имеющий такого учредителя Ее уставной капитал в 10 тысяч рублей, и что теперь вдруг заставило московских чиновников пойти на болезненный разрыв с резидентом Гора Быща должна была уже в 2013 году вложить более 7 миллиардов То есть на сегодняшний день этот резидент не выполняет свои условия Если резидент не исполняет свои обязательства, мы с ним распрощаемся Потому что есть, собственно, потенциальные инвесторы, которые готовы реально воплотить свои замысла Впрочем, эта компания не единственная, к которой у москвичей претензии Байкальская гавань уже лишилась двух из 14 резидентов Схема прощания с инвесторами простая Минэкономразвитие подает иск в арбитражный суд с просьбой расторгнуть договор и взыскать неустойку с ответчика Так было с компаниями «Байкал Актив» и «Сибирь Капитал» Такая же участь теперь постигнет и резиденты Горы Бычей Высокие ожидания федералов разбились о суровой, как сибирский климат, реалии На каждые вложенных 38 государственных рублей пришелся лишь один рубль частного капитала Впрочем, сами инвесторы легко находят этому оправдание Высокий сезон туристический на Байкале, он очень короткий Всего буквально два месяца на самом деле, то есть июль-август И любые инвестиции, какими бы они ни были Особенно те инвестиции, которые хочет видеть Минэкономразвитие России Условно говоря, на гектар по 8 миллионов рублей Они фактически при таком коротком высоком сезоне не отобьются Словно рыбу на наживку, по мнению другого инвестора, который пожелал остаться неизвестным Государство сначала заманивает компанией сладким пряником в виде разных преференций А потом жестко бьет кнутом При этом сама госмашина настолько неповоротлива и слаборазвита Что говорить о быстром продвижении проектов резидентов просто не приходится Уже на начальном этапе чиновники чинят бизнесменам немало препятствий Приплыли, по-другому и не скажешь Освоив 3 миллиарда федеральных рублей и еще полтора миллиарда республиканских В Байкальской гавани, похоже, установился штиль Резиденты не торопятся превращать побережье в туристическую Мекку Даже несмотря на все льготы и развитую инфраструктуру Строится сейчас только два резидента Хотя, по словам специалистов, на двух участках из пяти, в Туркее и в Песках Для инвесторов уже созданы все условия Это объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения Очистные сооружения построены, набережная, бульвар, фонтаны, уличная дорожная сеть Практически в полном объеме Мы готовы в любой момент воду, электроэнергию, тепло подавать В любой точке этих участков В Туркее, что в Песках Пока же приходится лишь мечтать о длинной очереди из инвесторов И тратить немалые средства на содержание целого комплекса сооружений Байкальской гавани На эти цели уходит до 100 миллионов рублей в год Да, на сегодняшний день мы вынуждены содержать эти объекты, пока не зайдут резиденты Да, это заведомо убыточно Но как только заходят резиденты, эти объекты полностью все окупают Из-за малой загруженности в Байкальской гавани не могут запустить даже очистные сооружения Этот дурнопахнущий факт, как, впрочем, и само соседство с особой экономической зоной Особо не радует местных жителей Была бы моя власть, я бы этих, кто строил, туда бы посадил, в это болото А почему? Оно уже лопается, здание-то, понимаете? Там же болото было А они взяли, песком засыпали А песок еще мерзлый был Она же оседает Это раз Рыба ушла, два Все эти очистные, они не функционируют Они же выливают все Все, и все на землю И все идет в Байкал Я думаю, что есть свои плюсы и минусы Но как-то особо на жизнь местных жителей не отразилось Не отражается Понятное дело, что процветает деревня Лучше стало выглядеть наше село В гавани почему-то туристы не останавливаются Они останавливаются на берегу у нас в Горячинске Года через два у нас на нашем побережье, в Горячинске, нечего будет делать Там будет уже весь песок замазан мазутой, бензином и так далее Вся будет растительность вытоптана Помочь избежать этого должно развитие Горячинска как части турзоны Но это не в ближайшем будущем Московская лавочка, к сожалению, закрылась В этом году, да и вряд ли в последующие Федеральный центр вновь раскошелится Хотя планировалось, что столица вложит в Байкальскую гавань около 20 миллиардов рублей В свою очередь резиденты должны были инвестировать почти 45 миллиардов На деле же на побережье осело лишь 150 миллионов На сегодня мы ждем сначала ответной реакции от собственных резидентов Вот вы проявляете реально своими действиями, своими вложениями И государство тоже начинает вложиваться Светлана Семиренко, Евгений Козлов, Вячеслав Батоев Первая альтернативная Редактор субтитров А.Семкин